эскорт и содержание с какими психологическими проблемами сталкиваются девушки и что им делать чтобы избежать их привет меня зовут камила исмаилова я выпускница третьего потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии и так как красиков захотел меня второй раз сегодня ему буду задавать вопрос про эскорт и содержание эскорт и содержание и какие психологические проблемы и травмы ждут девушек которые вышли на эту дорогу алексей очень интересно послушать что вас прошли ни для кого не секрет что многие девушки не говорю что все которые пошли по пути эскорта и содержания имеют психологические проблемы травмы депрессия и соответственно в дальнейшем кто-то даже суицидом заканчивать жизнь были такие примеры загружаю сгущаешь кровь ну это не исключено фильм смотрели как он назывался эскортница как раз таки называлась там девушка выпилилась что-то такое не просто девушка занимается эскортом она выпилилась то скорее всего она выпилиться и без эскорта чтобы выпилиться нужно иметь специфическую конфигурацию значит что касается эскорта тебе интересны проблемы которые их привели или проблемы которые случаются после я бы тронула после потому что но привели это обычно стандартная ситуация денежная на смотри эскорта содержание это обычная девушка из соседнего подъезда она ничем не отличается от дочки маргарит паула это обычная девочка неважно из какого города то есть они ничем в принципе не отличаются просто то чем они как решили зарабатывать это как они решили себя позиционировать и так далее это вопрос уже больше такой технический моральный да он больше такой финансовый никто не идет потому что он как бы любит и так далее просто в основном девчонки руководствуется другим моментом у меня так случилось профессиональной карьере что я помог там нескольким людям которые были менеджерами этих девушек и в москве и в россии и в эмиратах и на ней в общем-то отправили ко мне своих коллег и у меня было такое паломничество я был два паломничество мне было паломничество от петь и осипова с мишей дошки вам когда не бизнес молода сделали мне было паломничество неврастыников у меня было паломничество эскортниц что у меня так иначе две очереди стояла это было очень забавно предприниматель и прям вообще было классно и жены их потом с мужьями с другой очереди и я знаю как что там происходит могу тебе рассказать мне нужно больше конкретных вопросов наверное поэтому первое наверное что я сказал что это обычные девчонки это не какие-то падшие убитые люди с тяжелыми психотравмами которые привели их к этому это обычные современные девушки причем большинство из них ты никогда внешне не скажешь вот все привыкли что эскортница это знаешь такие вот яркие значит вот такие яркие все такие вот яркие в основном на самом деле это не так в основном это вот прям ну как сказать есть девочки которые ведут такой яркий instagram контекстной это одна проблема а а есть девочки которых ты ну как бы ты посмотришь на нее но как бы вообще музыкальная школа там не знает а высшая школа экономика это 20 тысяч выезд это не в курсе даже будешь то есть ты внешне их ничем не отличишь во вторых каких-то особых психотравм детства у них нет они ничем не отличаются от наших с тобой обычных клиентов вот наши обычные невротические пациенты это тоже самое они ничем не отличаются а что тебе больше интерес мне интересно а почему их догоняет депрессивное состояние очень часто начинают уходить в алкоголь в наркотики соответственно что значит что то что ты их гложет беспокоит смотри здесь какая штука я бы чуть глубже пошел в эту историю больше проблем большая проблематика которая их ждет это не только это даже не то как они относятся к тому что они делают потому что все таки все таки большинство девочек которые этим занимается они с собой договариваются потому что они ставят такой ценник они живут такой таким лайфстайлом с которым они в принципе балансируют и у них бывают проблемы морального такого характера особенно если не попадут на человека который такой немножечко дал им возможность испугаться так сказать да за себя там или за контекст в котором они находятся но это реже в основном они более более менее они к этому относятся ровно там проблема про другое проблема в том что они очень быстро привыкают к этим деньгам они привыкают к этим деньгам они привыкают к содержанию они привыкают к определенному образу жизни они привыкают к определенному минимуму финансовому которые они не могут заработать сами потом вне этой профессиональной в этом не этого профессионального поля и у них дальше исход только в содержании но это из одной зависимости в другую зависимость просто эскорт это разные люди но определенный уровень достатка а содержание это там один-два человека да там более-менее там с понятной цифрой какой-то и и там и там есть зависимость и все психологические проблемы эскорта и содержания заключается именно в формировании психической зависимости от человека от контекста из которого она не может выпрыгнуть но привыкла на тратить миллион рублей в месяц я ей придется терпеть человека или терпеть контекст которому находится потому что сама на этот миллион по-другому не заработает и в основном их психологические проблемы в большинстве случаев связано именно с этим что они не могут это убрать из своей жизни потому что по-другому жить уже не умеют в этом я все время девчонкам говорю говорю если даже ты в этой идее до в этой как бы в этом лайфстайле образование откладывать деньги копить покупать недвижимость то есть те деньги которые на тебя вот валятся и падают там тебе дарят там и так далее не надо покупать и 25 сумочку шанель надо себя покупать там 35 туфли джимми чул нужно покупать образование нужно покупать недвижимость нужно покупать откладывать просто тупо в банк с хорошей депозитные процентов с Берри, кстати. Делай все, чтобы из этого, даже из этого, там, несколько лет этого контекста выйти потом с неголой задницей, хоть и красивой, а чтобы от тебя было как минимум, там, хорошая недвижимость, хорошее образование и хорошие деньги, где ты можешь несколько лет спокойно жить, ни от кого не зависив. А большинство девчонок, они, знаешь, вот пасть раскрывают, Дубай, Пальма, Фигальма, бизнес-класс, первый класс, деньги туда, значит, деньги туда, и потом оглядываются, говорят, через меня прошло там несколько миллионов долларов, где они? Все прожрато, все в одежде, все в духах, все, значит, в каких-то Мальдивах дорогих, нереальных, и все. И тут начинается догон из серии «А как жить дальше?». Поэтому это очень важно для девчонок. Если уж вы пошли на эту историю, то с деньгами-то относитесь как бы трезво и разумно. Деньги – это одна сторона полуночи, но есть и такая, которая, что женщине становятся, девушке становится неприятно от самой себя, противно. Часто вот такие девушки приходят домой, говорят, что начинают мыться, мыться, стирать себя эту, как назовем эту грязь, пусть это будет так. Ну это же уже… Это не про эскорт, это немножко про другое. Вот я тебе, почему я об этом заговорил, потому что у меня есть прямо, ну вот человек, который именно так и рассказывает, но это эскорт, это не проституция, это не стриптизерша, она эскортница, она работает так уже, ну около пяти лет, и она рассказывает именно так, что каждый раз я прихожу и начинаю себя отмывать, но потом я все равно встаю и делаю это. И мне, типа, морально тяжело, но я не могу уже отсюда выбраться, потому что меня уже все засосало. Но засосало ее не это, засосало ее деньги, к которым она привыкла. То, что она моется, это скорее один случай из нескольких сотен. И обычно это происходит тогда, когда она не очень согласна с тем контекстом, в котором она живет. То есть она немножечко все время себя насилует. Вот у такой девушки, у которой есть желание вот такое прям отмыться, помыться, понаказывать себя, у нее большой шанс уйти в депрессию и в алкоголизацию. Потому что там прям постоянно идет такой сильный надрыв. А многие современные девчонки, которых ты видишь в том же самом инстаграме, они не испытывают никакого надрыва. И более экологично это все-таки выбирать. То есть когда девушка имеет право выбора, она в этом смысле чуть-чуть морально лучше себя чувствует. А вот когда, знаешь, напомнишь, старинные шутки про Ленинградку за 500 рублей, вот когда у тебя выбора нету, и ты как это, значит, машина, блин, с утра до вечера, значит, да, вот тогда, да, там вот люди разрешались по полной программе. Ведь по большому счету можно же, понимаешь, можно посмотреть на это очень философски. Это же не просто так долго там самая профессия древняя. Ну, получается, в эту профессию должны прийти определенного типа люди, не всем. Это не профессия, это образ жизни. Ну, образ жизни, да. Вот профессия – это в Амстердаме. Это вот в нашем русском эскорте современном и содержании – это образ жизни. Это образ жизни девушки, которая с мужчиной определенным образом себя ведет, которые путешествуют, которые дружат, которые делают друг другу подарки, которые могут быть очень образованные. Да, это может быть содержание. Возьмем жену. Жена, которая не работает, но она на содержании у мужа. Она на содержании у мужа? Она содержанка или она жена? Люди скажут, что она жена. Но если убрать из этого контекста штамп, ничего не поменяется. Поэтому тут очень все зыбко. Во-вторых, к теме эскорта тоже есть много вопросов. Потому что базовый эскорт – это было просто сопровождение людей в ресторан. То есть, проституция эскорта изначально немножко про разные вещи была. Это было всегда сопровождение мужчин в делегациях, в ресторанах, на переговорах, на встречах. Иногда с каким-то продолжением за доплату. Иногда без. Иногда эскорт – это может быть просто ужин. Человек просто хочет поужинать, например, с девушкой. Эффектный, красивый, который ему понравился. Он там платит 2000 евро, просто чтобы ее покормить. Я не знаю, в каком-нибудь хорошем ресторане провести с ней вечер, чисто познакомиться. Пожалуйста. И там нет секса. И таких мужиков, кстати, много. Это сейчас не реклама, это просто концепция. Но по поводу секса, они больше разрушаются все-таки, когда они либо делают это насильно, либо у них нет выбора, либо они уже не могут из этого выпрыгнуть, потому что по-другому жить не могут. Что бы вы посоветовали девушкам, которые встали на эту дорогу? В этом образе жизни? Я бы им сказал, что надо все время держать в голове будущее, потому что в будущем у них все время будет кризис. Кризис, когда им придется останавливаться, и у них начинается этот кризис выбора мужчины. И они пытаются выбрать такого, чтобы и денег было достаточно, и эмоции были. И там прям бывает безумно сложно, потому что в жизни, в реальности это сложно. И многие эскортницы выходят замуж у своих клиентов на самом деле. И половина инстаграма, которых мы сегодня видим с этими всякими вот этими свадебами и так далее, это эскорт, которые, в общем-то, познакомились в таких условиях. Ничего удивительного нет. Что бы я им сказал? Вкладывайте деньги в образование, вкладывайте деньги в недвижимость, вкладывайте деньги в собственное развитие, а не в сумочки, туфли и так далее. Учитесь понимать мужчин и представляете, как вы себя видите через 5-10 лет. Потому что у вашего образа жизни будет конец, и нужно все время это понимать. Многие девочки живут, знаешь, как будто это будет вечно. Но этого вечно не будет. Но многие просто как в красотке с Ричардом Гером. Это красивая история о красотке с Ричардом Гером. И она у многих реализовалась, я знаю таких девочек. Но это скорее единицы. В большинстве случаев это все-таки зарабатывание денег. Но опять же, давай посмотрим правде в глаза. Вот такая планета, такая сейчас жизнь. И многие мужики очень по этому поводу переживают и девушки. И мне изначально, знаешь, тоже было как-то, я иногда так сидел, сталкивался с пару ситуаций, и мне как-то с одной стороны было и мерзко, и грустно, а с другой стороны я понимал, что таковы правила игры. И я понимал, что если я сейчас буду сублимировать на эту тему, кого-то осуждать, значит, чертыхаться, говорить, что за люди пошли, как оно так, все деньги, за деньги, да, вот это, да. Можно уйти вот в это эмоциональное осуждение, переживание, вот это все, а можно просто сказать себе, ну, там, как парень, как мужчина. Вот я когда рассуждал, что таковов таков мир. От того, что мне что-то нравится или что-то не нравится, ничего не изменится. Таков мир, такие правила игры. И сейчас я живу в таком, в такой период на планете, в который сейчас такие правила игры. Ну, в этой стране, во всяком случае, да. Если я не хочу, то я в это не играю, либо еду в страну, где в это не играют. Знакомлю, значит, там, с человеком, строю с ней семью, там, и так далее, и тому подобное. Но если я живу в этом контексте, то мне либо в это нужно играть, и играть в это, ну, адекватно, нормально. И не заниматься каким-то, знаешь, там, философским рассуждением. Правильно это, неправильно, хорошо. Нет, мы живем в такой эпоху. Мы вообще живем в стране, в Российской Федерации, которая, там, и еще в мире проходит много трансформаций. И у девушек много трансформаций, и финансовой трансформаций. И это всем сложно. Эскорт и панические атаки. Есть прямая связь? Такие же точно. Ну, в большинство случаев их панические атаки связаны с их личными какими-то нюансами, которые вызывают тревогу хроническую. А тревога хроническая из-за неправильной интерпретации вызывает приступ паники. Если касаться их образа жизни, ну, это, опять же, может быть то, что они начали себя за это винить, им станет, там, как-то мерзко от себя. Второй вариант, они это скрывают от людей, и вдруг об этом кто-то узнал. В-третьих, их начали шантажировать. В-четвертых, узнали родственники. Ну, и в-пятых, она, ей приходится терпеть то, что ей не нравится, и она не знает, как из этого выбраться. Ну, вот плюс-минус так. Спасибо, Алексей. Ну, мы еще не заканчиваем, а продолжаем. У нас очень интересный следующий вопрос. Хорошо. Продолжение следует...